всем привет друзья в общем если бы не елена с канала как там у немцев если бы не ее сосед который обрабатывал заболевший свой виноград и даже была названа болезнь гладоспориоз и я потом не начал копаться в интернете хотя посмотреть допустим картинку что это за болезнь как она выглядит вот и когда я смотрел в общем я обнаружил там обложку книги вот заинтересовался начал смотреть проверил автора я всегда проверяю не туфта ли это допустим современная как типа вот блогер нам советуют не это казалось действительно человек профессионально занимается болезнями растений и в свое время в соавторстве с другими авторами написал множество книг переизданных по вот как раз таки по заболеваниям овощных и плодовых культур но в основном овощные культуры вот ну не только заболевания но и допустим в родители борьба с родителями со всякими разными рекомендациями вот обнаружил тоже один канал уже потом в процессе где тоже рассказывается всяких разных болезнях так вот это я скачал эти книги посмотрел и это только прибавило на мне головной боли потому что не только нужно опять штудировать все это читать но оказывается забегая вперед оказывается что не все так просто с этими заболеваниями получается что множество растений на наших участках они уже заражены до теми или иными болезнями вот но проявляется эти болезни в виде изменения там листовой пластины стеблей или плодов только тогда когда наступает не неблагоприятные условия вот и получается что уже зараженное растение его ну очень дорого обойдется допустим лечить и сохранить легче допустим выкинуть и уничтожить там сжечь полностью все вот эти вот зеленые отходы да это уже опять же встает вопрос о компостировании всех тех зеленых остатков которые у вас допустим на участке соответственно это опять же приверженцы тех кто тащит из леса всякую всякий мусор до распространяет вот эти болезни которые там в лесу есть еще на свой участок тащит и когда допустим у человека все хорошо вот он наблюдая до сезон может все нормально быть да вот чем на следующий сезон когда он будет опять сажать то уже возможно эти болезни они проявят этих болезней допустим в той же самой почве будет очень много вот также допустим этому способствует распространению всяких разных болезней бактериальных вирусных способствует всякие разные сокососущие да это какие-то цикадки это еще там для всевозможное короче много всяких насекомых которые могут заразить ваши растения они перелетают с больного на здоровый прокалывают вместе со слюной попадает бактерия и потом это эти бактерии развивается внутри растения и это растение по и постепенно гибнет вот допустим есть такая болезнь скорее всего у меня на участке так и было и произошло это с виноградом это было не кладоспориоз а было на какой-то в общем непонятного увядания моментального видания всего растения сначала два листа нижних потом все выше и выше и выше все листья подзавяли они ну прям вот знаете снеги как будто их сварили да вот потом начинается засыхание с краев листьев все это засыхает он как будто осенью до осень наступила все это засыхает отваливается соответственно без листьев происходит увядание кистей а у меня уже кистей было довольно таки много я отформировал растение оставил побеги нужное количество на побеге по 2 всего по 2 кисти 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 были большие уже виноград был довольно таки большой вот но произошло моментально буквально за неделю видание растения и гибель его весной когда я пришел она уже была сухой и вот так у меня на веранде у меня погибло три куста да и мне пришлось их раскорчевывать вот и в прошлом году я обнаружил что та лоза которую я оставлял одна единственная на живом винограде уже новом вот она тоже засохла так вот скорее всего причины могут это бактериоз вот бактериоз распространяется с помощью вот этих сокососущих всяких разных насекомых бактерия проникает вовнутрь это не единственная бактерия есть еще некоторые заболевания когда заболевает сосудистая систему растения она проникает вовнутрь начинает размножаться разно размножаясь она начинает закупоривать все вот эти вот сосудистую систему этого растения и происходит обезвоживание и начинается постепенное отмирание растения но бактериоз он распространяется но происходит все это стремительно и практически нет никакой надежды на то что вы вылечите свое растение у меня так и получилось несмотря на то что я там опрыскивал или я даже не помню не опрыскивал вот после того как у меня погиб виноград я короче обратился химическим средством защиты и пользуюсь сейчас практически только ими потому что это подтверждается в общем мой выбор подтверждается как раз таки теми рекомендациями которые дают те ученые действительно которые занимаются болезнями проблемами этом болезнями и навредителями на овощных культурах это очень сильно контрастирует с тем не знаю нас называл или нет что нам говорят блогеры то блогеры это это вообще как какая-то чушь до несут несусветного вот и получается что с болезнями очень тяжело бороться у нас остается только профилактика и профилактики не только допустим химическими средствами но и тот же самый севооборот то же самое дезинфицировать и почву и то же самое происходит допустим с теплицей это если тепличное хозяйство в общем там большой комплекс мер это это не дает стопроцентной гарантии того что у вас допустим не проявится какая-то болезнь а болезнь она может проявиться только спустя какое-то время потому что возможно допустим сейчас уже растения они заражены и болезнь она проявится только тогда когда будет не неблагоприятные условия они неблагоприятные условия это может быть резкая смена погоды это недостаток питания это не сам недостаток полива и так далее и она потом все это вылазит ну вот это не обязательно допустим что вот вы сегодня все посадили во все хорошо нет ни одной болезни да это не так болезни существует куча всяких разных и они скорее всего присутствуют во всех растениях только проявляется это только тогда когда наступает вот такие условия и для каждой болезни свои условия поэтому у нас остается только какие-то профилактические меры которые мы можем принять применять и надеяться на удачу вот повезет вам да ну все будет нормально соберете вы урожай не повезет до заболеет что-то это потом перекинется на 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 другие растения и часть урожая вы просто-напросто потеряете это действительно головная боль когда начинаешь узнавать все больше и больше становится как-то даже не по себе думаешь но и оперный театр так столько много вкладывается труда ухода и это тут раз допустим буквально через какую-то неделю что заболела все и она полностью у вас погибла поэтому множество как и говорил факторов на это все влияет и нельзя допустим там бриксом или бесконечными допустим подкормками под подкормками барматухой содержать свои растения в идеальном там порядке это это просто-напросто не работает в этом году не проявится да из-за там погоды условий погоды на следующий год потому что эти болезни они все равно остаются и хочешь не хочешь но тот или иное та или иная культура может заразиться и короче заболеть и потом просто-напросто вы и выкиньте также допустим встает вопрос об утилизации тех растительных остатков которые у вас есть допустим на даче до берете просто-напросто все это складываете в компост и происходит холодное компостирование и конечно есть допустим риск что все вот эти вот фитопатогены они просто-напросто остаются да вот вот у меня допустим сейчас в данное время на моей груши до появилась черная пятнистость дано на листьях есть и снаружи у меня заболела роза вот видно что допустим такой вот белый налет вот похоже на мученистую росу но я уже обработал метью да и в основном в основном наверное все таки само универсальное профилактическое средство это медь содержащие препараты конечно же весенние осенние даже зимние если это умеренный климат как у нас это обязательно обработка одно-двух процентными растворами а в период вегетации 0102 процента это то максимальная доза и срок интервал обработки 10-12 дней вот если так обрабатывать то конечно же это больше дает шанса на то что растение выживут и конечно нужно комбинировать разные допустим вещества чтобы не появилось привыкание к этому веществу и тогда уже болезнь просто-напросто уже не никакими средствами отсюда не вытравить она просто-напросто будет спокойно себе чувствовать даже при иметь содержащих препаратах поэтому у нас есть допустим медь содержащие препараты то же самое но бордовская жидкость или хлорок из меди хом кажется у меня хом нет но у меня три разных состава этой меди которые я могу применять да и их чередовать та же самая сера даже элементарная сера она продается в виде удобрения не гранулах именно спасут суспензия она кстати и есть немножко у нее такое свойство как акарицит или инсектицид может действовать на какие-то насекомые как допустим говорят эти вирусологи или те специалисты по болезням растения что это стопроцентной гарантии это не дает и и и и и